Дамы и господа, телеграм-канал, ютуб-канал, финансовая доставка, эксклюзивные инвестиционные консультации продолжают свою работу. Сегодня 22 июня и мы поговорим о перспективах российского рынка акций, российского рынка облигаций, курса валют, ну в общем всего что связано с ситуацией непосредственно в нашей стране, в Российской Федерации. Я здесь представляю сервис финансовая доставка, эксклюзивные инвестиционные консультации состоят в том, что мы работаем с клиентами, которые могут, ну кстати говоря, не только следовать нашему портфелю, там разнообразные услуги мы оказываем. То, что я выступаю, то что-то говорю, ребята, ну вы должны понимать, что в общем-то это в основном касается таких общерыночных тенденций. А конкретики, да, ну вот как правило, в еженедельных отчетах для клиентов, в апдейтах, которые мы делаем, да, то есть в принципе на фондовом рынке все-таки с нами лучше гораздо, чем без нас. Но это мое мнение, да, но вы конечно поступаете как вам, как считаете нужно. Итак, начнем с нашего портфеля. Индекс ftinvest.ru смог показать небольшой, но рост. Видите, 0.18% за неделю. Ну, в целом это неплохо. Знаете, почему неплохо? Мы большую часть прошедшей торговой недели провели, подчеркиваю, с двумя низколиквидными акциями и в четверг совершили массовую покупку, довели вновь портфель до стопроцентной наполненности. Ну, и в целом, смотрите, сейчас я покажу вам дальше индекс Мосбиржи. Это все было правильно, да, то есть, ну вот, к сожалению, не удается нам реализовать эти идеи пока вот в низколиквидном секторе, но я подчеркиваю, это лишь пока, да, это пока лишь, потом вы увидите какой-нибудь скачок нашего индекса. Ну, просто, ну, достаточно долго это длится. И вот смотрите, вот эти низколиквидные акции, вот рынок падал, и по идее, ну, нету никакой связи здесь, но и они тоже падали. На низких объемах все равно снижаются и снижаются. Я не могу понять, что люди делают, почему, что за мотивация у них, зачем тогда покупали эти акции, да. Ну, тем не менее, тем не менее, все-таки нам удалось сохранить основной свой капитал на этой неделе. Ну, и в целом, смотрите, в принципе, мы удерживаем свои позиции последние пару недель, я так точно, может быть, даже больше, да. То есть, при том, что индекс Мосбиржи, в общем-то, падает, да, и, в общем-то, искусство управления портфелем том-то и состоит, чтобы предугадывать какие-то изменения, которые в трендах существуют. И я вам могу сказать так, что в трендах, в трендах ситуация пока не сильно изменилась. Ну, вот давайте посмотрим теперь на индекс Московской биржи. Что здесь у нас было? Ну, во-первых, вот данные, смотрите, вы видите перед собой, да, то есть, за неделю они потеряли 3-14%, а прирост от начала года, year-to-day, да, и вот здесь у нас тоже есть year-to-day, то есть, это считается с 1 января, да. Вот у нас все-таки достаточно положительный результат, плюс 4%, ну, вот это и есть наша альфа, да, 4-процентная альфа, которым мы вот, в том числе на этой неделе заработали, да. Тем не менее, смотрите, индекс, хоть и в четверг показал более-менее неплохой отскок, в нем вот техническая модель, ну, она такая, ну, ее нет, понимаете, ну, то есть, ее нет, это слово совсем. То есть, это какой-то хаос, вот такое нагромождение вот этих вот баров, да, красных и зеленых, зеленых все-таки поменьше, да. Ну, тем не менее, почему это происходит, да? Ну, вот публика, ну, я вот и не был уверен в прошлой неделе, да, вот мы, кажется, все-таки только, смотрите, только в четверг вложились, да. Ну, я и сейчас до конца не уверен в российском рынке, потому что, ну, вот эти 80% частных лиц, которые сейчас, в общем-то, правят балл на нашем рынке, ну, в общем, они как-то потеряли уверенность, что называется, да. Ну, все, чуть что, начинаются сразу продажи. То есть, любой какой-то даже маломальский повод, вот смотрите, вот у нас четверг было что, да, то есть, на, вот день, да, на самом деле день начинался не так, вот этого провала вниз не было, да, и когда мы покупали, ситуация была немножко иная, да. Так вот, что было, да, сразу был рост показан, первый час, мы не торопились, в общем-то, да, а потом, в середине дня, вдруг начинается резкий обвал. С чем связаны, то ли там с объявлением европейских санкций каких-то, ну, короче говоря, понимаете, то есть, вот эти люди, да, они готовы продавать при любом намеке, при любом намеке, понимаете, ну, это очень, конечно, неправильно, и это, ну, ну, в общем, такая ситуация сейчас на российском рынке. Мы должны с этим жить, что называется, да. Никакая недооцененность акций сейчас не имеет значения, по большому счету, только вот такой вот фактор публики, что называется, фактор ее настроений. Ну, вот был шанс, я подчеркиваю, вот у нас четверг, и, в принципе, я вам скажу так, что в отдельных бумагах, например, нашего портфеля, ну, там, например, много очень перевернутых голова-плечи фигур, прямо много, и мы их поэтому купили, да. Ну, сработает другое дело или нет, но это все-таки сигнал того, что, ну, какой-то минимум достигнут. Ну, вот в индексе Мосбиржи там могла бы тоже нарисоваться такая же перевернутая голова-плечи, но мы можем найти потом дальше, потому что вот уже от этого минимума будет образовываться, да, то есть мы еще увидим провал, да, например. Может быть, мы увидим ее и здесь. Поэтому, ну, вот, что называется, сейчас надо, ну, вот раз мы купили уже, да, ну, как бы я тоже там смысла продавать никакого не вижу, потому что в отдельных акциях, я подчеркиваю, модели есть. Но вот на рынке в целом, да, смотрите, ну, как бы и нет, да. Ну, соответственно, что делать, что делать, да. Вот я считаю, что сейчас уже надо оставаться в тех позициях, скорее всего, ну, выше, меньше этот минимум, но мы минимум какой-то нащупали, я так считаю. То есть дно есть, от которого, ну, скорее всего, все-таки рынок начнет отталкиваться дальше. Ну, а вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши услуги, телеграм-канал «Финансовая доставка». Не забывайте, ребята, что мы работаем для вас. Ну, еще, вот я теперь введу в еженедельных обзорах акции ОВК, как, ну, вот такой бенчмарк настроений частных инвесторов. И вот здесь, смотрите, ну, я уже рассказывал вам, да, то есть подчеркиваю, здесь только частные лица, здесь маленькие лоты равные стоимости этой акции 41, вот этот рубль, да, 41 рубль является лот. Ну, очень маленькие лоты, то есть там прямо собираются люди. И вот, смотрите, да, в принципе, в четверг ОВК показал минимум, вот это был минимум, да, среда минимум, четверг отскок. Ну, пятница такая неуверенная была, она и для всего рынка, и для ОВК была неуверенной. Ну, видимо, да, им показалось, что слишком большой рост был за день до этого, его надо успеть зафиксировать, но я вот думаю, что такая логика здесь есть у людей. И вот пока вот в акциях ОВК, ну, вот вы видите, да, все-таки есть технический разворот вверх. И это позволяет нам, а вот я вам точно уверяю, да, вот весь, вот у нас есть там еще одна акция, да, она прямо следует за этим ОВК, хотя это отличная компания, да, у нее высокая дивидендная доходность, а потенциальная дивидендная доходность вообще запредельная, да, а они все равно идут. Я не понимаю эту публику, да, ну, то есть это какой-то цирк на самом деле, ну, вот, ну, 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 так и есть. То есть объем маленький, смотрите, да, а она такая, там 2 миллиона наторговались, а она уже 3% потеряла. Вот, бумс, и все, и нету, да. То есть, вроде бы как, мы бы не показали, я подчеркиваю, мы, может быть, сейчас все 10% бы имели, если бы вот это плюсок к year-to-date, да, если бы не вот эта вот странная реакция публики, да, то есть она, ну, 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 такая теперь ничего не поделаешь. Итак, значит, акции ОВК говорят нам с вами о том, что, ну, в принципе, у нас есть надежда на рост. Ну, вот тут достаточно большая волатильность была в курсе юаня к рублю. Ну, смотрите, да, ну, вам получается так, что вот тут, я вот думаю, смотрите, было дело так, да, вот здесь вот прямо отпустили рынок, то есть там не было никого, да, кто бы поддерживал курс на текущем уровне, и он полетел, что же называется, вниз юаня, а рубль вверх. Ну, почему так, да, потому что, вы смотрите, эта пара, она лишена вот этой политической составляющей, ну, я вам уже об этом говорил, но еще раз повторю, да, политическая составляющая такой, какая была у доллар-рубля. И здесь получается так, что, ну, в общем-то, законы экспорта и импорта играют главную роль, понимаете, да, то есть не всякие там панические покупки, там, никто не бежит покупать юани, понимаете, там, если они чего-то боятся, за долларами бегут, продолжают бегать, продолжают, что называется, скупать их при любой возможности. А юаня нет, юаня нет, я вот глаза не видел, я вам скажу честно, ни разу этих юаней даже, да. И вот смотрите, да, то есть немножко отпустили в начале недели, и технический анализ валютеско сыграл свое, прямо полетел в низкая китайская валюта. Это минимум, вот здесь были, там, ну, многих, там, может быть, даже 23-го года, да, то есть все ушло сразу вниз, да, для Китая. Ну, вот, потом наступает определенный разворот, не знаю, связан он с тем, что вновь начинаются покупки какие-то, этих, Центробанк пытается регулировать курс, теперь уже юаня, да. Ну, почему? Потому что вы тоже должны понимать, что вот бюджет в дефиците, и, соответственно, бюджет заинтересован в том, чтобы его рублевые доходы были высокие, да. Ну, даже, допустим, если мы нефть теперь торгуем за юаней, ну, соответственно, чем дешевле рубль, тем... Но, вот смотрите, да, ведь, по идее, ситуация для рубля очень хорошая. Почему? Почему, да, потому что... Экспорта из России продолжается. Ну, допустим, он идет за юаней, да. Китай, Индия, все другие страны продолжают покупать, да, потом делают, ну, там, допустим, Индия покупает нашу нефть, производит из нее нефтепродукты, да, и перепродает их в Европу, например, да. Причем там есть нефтезаводы, которыми сама Роснефть владеет, понимаете. Но импорт в Россию, смотрите, сталкивается с большими сложностями, с платежами, вот все, что вот это, все, что там Америка ходит, там, бегает по всему миру, там, ай-яй-яй, на вас вторичные санкции, даже недавно сам Путин об этом говорил, что это стыдно, да. Но они так себя ведут, понимаете, эти американцы, да. Всем грозят, всем санкциями вторичными, да. И, конечно же, импорт уже в Россию, смотрите, не экспорт, а импорт в Россию, но он должен сокращаться. Поэтому давление на юань будет сохраняться, будет сохраняться. И я думаю, что, ну, вот пока говорить рано, что будет здесь, смотрите, вот после вот этого роста важно очень, куда пойдет юань в понедельник. Если он пойдет выше, ну, да, ну, и то нельзя будет говорить. А вот если вот здесь будет красный бар, да, то мы с вами сможем построить новую разворотную модель и вновь говорить о росте российского рубля против юань. Ну, и завершающий слайд. Это индекс РГБА, многострадальный индекс РГБА, российских государственных облигаций. Ну, как видите, он вновь снизился. Не удалось вот этой модели технической сработать в понедельник, вторник. Ну, в общем-то, да, немножко небольшой зацеп, что называется, в пятницу. И вот уже вновь мы слышим разговоры о повышении ключевой ставки от Центробанка. Ну, какие-то мифические, какой-то мифической инфляцией это объясняется. Да какая инфляция? Если вы даже официальная инфляция у вас 8%, так у вас ставка-то же уже 16. Нет, ребята, на самом деле никакого влияния ни инфляции, никаких других факторов, кроме вот этого стоимости облигаций и их доходности на ключевую ставку нет. И пока мы будем продолжать видеть вот такое движение облигаций вниз, ставка будет оставаться на высоком уровне. Это говорит лишь о том, что у нас отсутствует, отсутствует денежно-кредитная политика. Как таковая. Вот здесь можно было, да, на любых этих уровнях. Центробанк мог бы оказать поддержку рынку облигаций, не знаю, через банки, сам ли напрямую, как угодно, да. Но остановив движение ставки вниз, ну, потому что, ну, вы должны понимать, что даже для военного производства это дорогие кредиты вообще-то. Почему кредиты должны быть дорогие, да, типа, вот они сказали, что вот у нас экономика достигла предела, что называется, и теперь ей некуда расти. Ну, так появятся инновации, значит. Они так и появляются, эти инновации. Пускай эти роботы там появляются, заменяют людей, которых нам не хватает. Но здесь ставка фактически носит ограничительный характер для нашей экономики. Для строительства, понимаете, да, ну, там, для рынка недвижимости, для многих факторов. Да, в том числе, конечно, она оказывает влияние и на фондовый рынок, хотя здесь я очень сильно сомневаюсь. Итак, резюмируя. В целом, я оптимистичен относительно российского рынка. Не исключено, что дно найдено, о чем нам также с вами подсказывает, да, техническая ситуация в акциях ОВК. При этом есть неопределенность, ну, не сильно высокая, но есть неопределенность в отношении курса юаня по отношению к рублю. О чем я вам скажу в телеграм-канале «Финансовая доставка», если будет такая модель в понедельник. Ну, а здесь, здесь у нас, конечно, провал полный, ну, в том числе провал денежно-кредитной политики. Всем спасибо за внимание. «Финансовая доставка» 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 «Финансовая доставка»